Всем привет! Слышали новость? Двух дилеров фирмы Nissan, которые предлагали своим покупателям автомобили вроде бы по нормальным ценам, а потом вынуждали их покупать дополнительное оборудование и доп. услуги, наказали. Одному влепили штраф 50 тысяч долларов и обязали выплатить еще 305 тысяч долларов покупателям в качестве компенсации морального ущерба, а второй вынужден будет раскошелиться в сумме на 150 тысяч долларов. Если вы уже потираете руки и потянулись за телефоном, чтобы позвонить в Роспотребнадзор и рассказать о вашем подобном случае, то подождите, выпейте лучше валидольчику. Случилось все это не у нас, а в далекой жаркой Аризоне, то бишь в Америке. А у нас все по-прежнему. Накрутки, доп. оснащения, доп. услуги и цены выше потолка. И многие меня спрашивают, но вот курс рубля, он же практически вернулся к досанкционному уровню. Почему же цены на автомобили не падают? Ну здесь примерно та же самая история, как с бензином. Нефть дешевеет, нефть дорожает, а бензин в лучшем случае остается по той же цене, а в худшем цены растут. Почему же нет вот этой зависимости между курсом доллара и ценами на автомобили? А эта зависимость будет только в том случае, если будут выполняться два условия. Первое условие это постоянство курса. Ведь сейчас курс рубля наверняка будет скакать вверх-вниз, вверх-вниз. И никто вам не скажет, каким курс будет через месяц или, допустим, осенью. Вот если 80 рублей за доллар продержится месяц, два, три, четыре, вот тогда уже можно будет говорить о некой зависимости. Но и то она будет не прямой, потому что должно выполняться второе условие. Должны быть в наличии автомобили. А поскольку их нет, они практически все распроданы, то на оставшиеся машины цены можно устанавливать просто с потолка. Плюс-минус миллион легко. Почему? Да просто потому, что сегодня солнце раньше встало. Хотя, конечно, мы понимаем, что неадекватные цены тоже бессмысленно ставить. Веста, допустим, за 5 миллионов рублей или Камри, за 15 миллионов рублей, это абсурдные цены, потому что по таким ценам не продать ни один автомобиль. И именно таких цен, именно поэтому таких цены нет. А где же она, вот эта справедливая цена? Вот ближайшие месяцы мы будем ее искать. Дилеры будут пытаться поднимать ее вверх, а мы, покупатели, будем пытаться опустить ее пониже. И первые успехи в этом направлении уже есть. Недавно фирма Chery подняла цены на весь свой модельный ряд на 50%. Сразу, на все. И продажи встали. И у дилеров дрогнул нерв. Я только что получил официальное уведомление от фирмы Chery о том, что на все автомобили Exit сейчас можно получить скидку от 260 до 410 тысяч рублей. Правда, при условии, если вы старую машину сдаете в Trade-in, а новую покупаете по программе «Семейный автомобиль». А на все автомобили Chery до конца апреля дается скидка от 130 до 170 тысяч рублей. Просто так, безо всяких условий, на все автомобили. Понимаете почему? Потому что китайцы поняли, что они со своими ценами переборщили. И пытаются в виде вот таких программ немножко цены отыграть назад. К чему я это все говорю, друзья мои? Торгуйтесь, стойте на своем, и будет вам счастье. Пока.